МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас в стационаре на 240 официально койкой 274 человека. Редимация тоже полная. Но мы можем здесь развернуться, я думаю, до 290 койек. Потом нам придется задействовать уже инфекционное отделение, которое на Мульгина. Из 274 пациентов привитых 46. То есть меньше 20%. Поток пациентов в поликлиниках тоже растет на сегодняшний день. На амбулаторном лечении находятся 566 тербичан и 70 из которых дети. Так что по самым приблизительным оценкам в настоящее время объем оказываемой стационарной помощи увеличился вдвое, а амбулаторной, и это касается только инфекционных и неотложных случаев, втрое. Мы уже, скажем так, приняли на работу порядка 40 стажеров, это средний персонал. Они работают и в красной зоне, и в поликлинике, и в зеленой зоне. Физических сил у людей уже не хватает. Эта проблема возникла не сейчас, недостатка кадров. И если в мирное время нам не хватает порядка 50% врачей, 50% врачей не хватает, то как это перевести на, скажем так, на военное время? И этими силами мы пока справляемся. При этом врачи отмечают, сложная эпидемическая ситуация оказывает большое влияние и на плановую помощь пациентам, которую больница продолжает оказывать. Мы не сворачиваем плановую помощь, она все равно уменьшается, потому что заносы в отделении практически ежедневные. Вот я бы сейчас на месте тех, кто хочет просто приезжать, и пока от этого бы, скажем так, постерегся бы это делать, потому что в вероятности заразиться гораздо больше в больнице, нежели дома, вы прекрасно это понимаете. Поступают пациенты на плановые операции, и они, к сожалению, заносят кровь. То есть, вот, как пример, сегодня мы вынуждены человека, скажем так, сначала в изолятор, завтра, послезавтра будут анализы, значит, и мы перейдем в ковидный госпиталь. Это человек, который пришел на плановую операцию. Тем не менее, больница готова изыскивать резервы, чтобы иметь возможность оказывать помощь всем нуждающимся. Сегодня рассматриваются варианты привлечения в орбит врачей из других территорий и расширение неотложной помощи. Мы часть амбулаторных врачей завели в стационар, потому что мне важнее не профилактики сейчас, чтобы люди не умирали. Значит, часть мы перевели из плановой помощи для оказания неотложки. На данный момент мы сегодня разворачиваем второй неотложный кабинет для оказания помощи к ковидным больным. Там же, на Кирове. Если тенденции к росту не остановятся, мы привычный кабинет здесь закроем, откроем на его месте неотложку. И в этой ситуации врачи уверены, повлиять на ее дальнейшее развитие могут и сами граждане. Вакцина-профилактика, с одной стороны, снижает темпы распространения заболевания, с другой – существенно влияет на тяжесть течения болезни. Из почти 500 заболевших привито 85, то же самое, 20%. Вот вам вся эта критика. Думайте, что хотите. Что она неэффективная, что не надо прививаться, потому что упадет иммунитет. Тут выбор между прививкой и смертью. Я уже говорю так. Субтитры создавал DimaTorzok